Духовное целительство Голубой глиной, содой, лимоном чистят организм. Это всё народная медицина. И есть духовное целительство. Духовное целительство отличается тем, что целитель не является источником исцеления, а он лишь является каналом или проводником тех энергий и сил, которые стоят за ним. И сила и мощь духовного целительства определяется теми силами и теми наставниками, теми ангелами, архангелами, теми вознесёнными учителями, которые стоят за ним. Он лишь является проводником и каналом. И в разных традициях их называют по-разному. Где-то их называют ангелы, архангелы, кто-то называет их наставниками, кто-то называет их союзниками, учителями нашими. Но они от этого не меняются. Они есть и они нам помогают. И если мы будем говорить о духовном целительстве, то духовный целитель имеет два ресурса. Поэтому у духовного целителя есть два ресурса. Первый ресурс духовного целителя – это личная сила духовная или его личный канал. И второй ресурс – это как раз его помощники духовные, его наставники, ангелы, архангелы, союзники, которые стоят за ним. Вот сила духовного целителя складывается из этих двух моментов. Давайте мы рассмотрим первый ресурс – это личная сила или личный канал духовного целителя. Когда я говорю личный канал и личная сила – это условное. На самом деле, как я уже сказал выше, духовный целитель – лишь проводник, лишь канал. Это как шланг, по которому течет вода. Поэтому личная сила, личный канал – это в том аспекте, что это наша ответственность и наша компетенция его развивать. Сила не наша, поток не наш, но в наших компетенциях, нашей силе и от нас зависит, то ли канал у тебя будет вот такой, знаете, диаметром как паста от ручки, то ли у тебя будет как газовая труба поток. Это будет зависеть от тебя. Но поток не твой, но от тебя зависит поток какой мощности, какой интенсивности, какого сияния, насколько высокие энергии будут проходить через тебя. Общеизвестно, что Бог, Творец, Создатель, Он есть Дух, у Него нет физического тела. В разных традициях Его называют по-разному. Кто-то говорит Всевышний, кто-то говорит Господь, кто-то говорит Вечный Дух. Кто-то говорит Творец, Создатель. И если вы будете изучать духовное целительство, то вы обнаружите, что настоящие духовные целители, у них есть определенное время в их жизни, есть определенное отделенное время для практик, когда они взаимодействуют с Высшим. То есть они осознанно уходят в какие-то уединения, они осознанно уходят в медитации, в молитвы, в созерцания, в разные практики, которые позволяют им соединяться с Высшим. Мне нравится, в Священном Писании есть такой текст, «А соединяющийся с Господом становится одно с Ним». Дело в том, что когда мы через определенные практики медитации, медитативные практики, через определенные практики погружения, созерцания, общения с Высшими Силами, через определенные практики уединения, через определенные практики пищевого или информационного поста, когда вы отключаетесь соцсети, питаетесь умеренно, и вы отделяете время, чтобы побыть это время с Творцом, Создателем и с Ангелами, то в это время происходит удивительное мистическое событие. В этот момент, когда ты осознанно выделяешь время и проводишь время с ними, когда ты осознанно отождествляешься, размышляешь, погружаешься в эту атмосферу, происходит то, что ты соединяешься с ними, и ты становишься одно с ними. Соединяющийся с высшими силами становится одно с ними. И происходит такой феномен, что те характеристики, те компетенции духовные, те атрибуты высшего, которые есть у них, они начинают проявляться в тебе. Если Творец, он могущественный, если Творец, он сильный, если Творец имеет силу исцелять, очищать, трансформировать, наполнять энтузиазмом и радостью, то если ты проводишь время с ним, осознанно, то эти характеристики, эти моменты, аспекты начинают отражаться и проявляться в твоей жизни. И после таких уединений, после таких медитаций, молитвы, ты приходишь, ты наполнен силой, ты наполнен мощью, ты наполнен могуществом. У тебя из глаз искры, из ушей пары, из попы дым идет. Ты чувствуешь, что твоя кожа вибрирует. Ты идешь и ты несешь эту атмосферу за собой. Друзья, есть духовный принцип. Мы входим в атмосферу и ресурсы того, с чем мы соединяемся. Я повторю это еще раз. Мы входим в атмосферу и ресурсы того, с чем мы осознанно соединяемся. Приведу обычный бытовой пример. Если вы детям включите фильм «Бокс», «Карате», будут они смотреть, если они посмотрят его, дети, они выходят и они начинают копировать и делать эти удары. Если какой-то мужчина будет смотреть фильмы для взрослых, он выходит на улицу и он всех видит голыми. Это духовный принцип. Он соединяется с этим полем, он соединяется с этими ресурсами. И мистическим образом он видит тех женщин, которые хотят близости, хотя он их не видел, потому что он подключился к этому полю этих фильмов. Потому что так устроен мир. Это не только в плохом, это и в хорошем. Невозможно провести время, полчаса или час в общении с ангелами, архангелами, наставниками Всевышним и остаться прежним. Это меняет твое поле. В народе говорят, с кем поведешься, того и наберешься. Это похоже, как если бы я приехал к вам в гости, и я был бы, например, весь в мазуте или в керосине, и я бы стал вас обнимать. Вы бы стали тоже же в этой мазуте и керосине. Понимаете? То же самое здесь. Есть определенные практики, мощные. Когда духовный целитель, он отождествляется с Высшим, когда он наполняется сиянием Бога, когда он наполняется благоуханием тонкого мира, благоуханием небес, когда он входит в высокие сферы, в высокие реальности, где херувимы, серафимы, ангелы, архангелы, где внеземные формы жизни, где создатель, где все это есть, и он входит в эти сферы, и невозможно быть в этих сферах и остаться прежним. Эти характеристики силы, характеристики сияния, характеристики могущества, характеристики ясновидения, слышания сознания, чудес, силы трансформировать, они начинают отражаться в тебе. Потому что с кем поведешься, того и наберешься. И, вы знаете, вот интересно, что когда мы проводим время в этих уединениях, в этих практиках, мы изменяемся еще вот почему. Потому что на самом деле нет никаких особенных людей. На самом деле, друзья, я вам открою секрет, если кто еще не понял, никаких святых людей нет, никаких гуру нет, никаких там высоких мастеров нет. Есть просто эксперты, люди осведомленные какой-то области. Но никаких гуру, мастеров особенных не существует. Все мы дети Бога. У каждого из нас зашиты и, как зип-папка, внутри заложены в нашем ДНК способности исцелять людей, очищать людей, трансформировать людей, быть в ясновидении, яснослышании, процветать и жить в изобилии. Это в нашем ДНК. У каждого. Но просто некоторые люди поверили в это и раскрыли это, а другие не поверили. Вот и вся разница. Когда мы осознаем, что… Вот как это можно элементарно объяснить? Например, кто-то из вас думает, я Люся-парикмахер. Я Люся-парикмахер. Это мера твоего сознания. Я Люся-парикмахер. Если это твое сознание, если это твоя идентификация, у тебя будет зарплата Люси-парикмахера, у тебя будут друзья Люси-парикмахера, у тебя будет доход Люси-парикмахера. Знакомые Люси-парикмахеры, которые занимают деньги и не отдают, Радость Люси Парикмахера, путешествие Люси Парикмахера. Знаете, какие парикмахеры? Подмосковье, в лесу, или максимум Геленджик, потому что ты Люся Парикмахер. Извините, а может быть примитивные примеры, но чтобы дошло. Но если ты осознаешь себя, что я, прежде всего, духовное существо, у которого есть душа, и который учится жить в теле, в этом воплощении, что я имею божественную природу, я соединен с источником, который никогда не истекает, я подключен к ресурсам тонкого плана. У меня есть отец, у меня есть создатель, у меня есть творец, и у меня есть мои помощники, мои наставники, союзники, есть ангелы, мои друзья. И это мера моего сознания, я как проявленное божество в этом мире, я как сын Бога, я как дочь Бога, то у тебя будет другой финансовый доход, у тебя будут другие путешествия, у тебя будет другое качество жизни, ты даже пищу другую будешь есть, потому что сын Бога не будет есть мусор. Дочь Бога не позволит какому-то ахламону с ней спать, в эту святую женщину, чтобы какой-то ахламон ходил, она будет с принцем спать. Понимаете? То есть вот это очень важно осознание того, что ты не обычный человек, но что ты духовно, ты прежде всего не человеческое существо, которое имеет духовный опыт, но ты дух, который учится жить в человеческом теле. И когда вот это осознание своей божественности, осознание своей сопричастности с верхними мирами, с духовным миром, творцом, создателем, Господом, и в совокупности с этим потоком, который появляется, этот поток, это сияние, это высокая энергия, которая может течь через наш взгляд, через наши руки, или через наше дыхание, или просто через наше присутствие в комнате, вот это всё вместе, оно даёт личную силу духовному целителю.